Если хочешь приносить Богу неукоризненное исповедание, то, не вспоминая по виду в подробностях прежних своих поползновений, терпи мужественно последствия их. Тяжелые скорби находят за прежде наделанные грехи, принося с собой сродное каждому прегрешение. 2. Знаток дела, познавший истину, исповедуется Богу не воспоминанием о том, что наделано, а терпением того, что постигает его. 3. Отвергнув сердечные болезнования о грехах и бесчестии, не обещайся совершить покаяние посредством других добродетелей, ибо тщеславие и нечувствие обычно служат греху и десными. 4. Как добродетели обыкновенно рождаются от болезненных прискорбностей и бесчестия, так грехи от тщеславия и утех. 5. Всякая телесная сласть происходит от предшествовавшего упокоения тела, а к всему упокоения и располагает неверие. 6. Находящийся под грехом не может один преодолеть плотковое мудрование, потому что имеет в членах внедренным непрестанное рожжение. 7. Страстным належит пребывать в молитве и повиновении, ибо и с помощью их, и ради их, едва можно бороться с перерожениями. 8. Кто с послушанием молитвы и борется со своими хотениями, тот искусственный борец, удалением от чувственного, явно показывающего мысленную борьбу. 9. Кто не соглашает воли своей с волей Божьей, тот спотыкается в собственных своих начинаниях и попадается в руки врагов. 10. Когда увидишь двух грешников, имеющих любовь друг к другу, то знай, что они друг другу помогают в самоугодии. 11. Высокомудрый, гордый и тщеславный удобно примиряются друг с другом, ибо тот хвалит тщеславного, который рабски перед ним преклоняется, а этот величает высокомудрого, который часто его похваляет. 12. Боголюбивый слушатель в обоих случаях получает пользу. Когда говорит с похвалой о его добродетелях, он еще более делает таким ревностям. 13. А когда обличает его худые дела, он понуждается в покаянии. 14. Надлежит нам сообразно преуспеяние и житие иметь, а по житию должно нам возносить к Богу и молитву. 15. Хорошо, конечно, содержать главнейшую добродетель, и ни о чем по частям не заботиться, ни о чем по частям не молиться, а только искать Царствие Божие по Слову Господне. 15. Но если мы заботимся еще о каждой потребности, то должны о каждой и молиться. 16. Кто благодушно принимает настоящие прискорбности, воодушевляясь надеждой будущих благ, тот обрел ведение истины и удобно избавиться от гнева и печали. 17. Кто за истину принимает поругание и бесчестие, тот шествует апостольским путем, взяв крест и узами обложен будучи. 18. Кто же без него покушается внимать сердцу, тот превращается умом и впадает в искушение и сети дьявольские. 18. Борющемуся ни помыслов без причины их, ни причин этих без помыслов победить никак нельзя. 19. Ибо когда отвергнем одно, что из этих отдельно, то немного спустя другим держно будем опять в обои. 19. Кто из боязни потерпит какое злое ли поношение, воюет с людьми, тот или здесь слишком зло страздит, или в будущем веке без милости мучим будет. 17. Желающий свергнуть в себя всякое бремя должен в молитве все верить Богу и держа умно крепкое на него упование, сколько можно презирать заботы о чувственном. 18. Когда дьявол видит, что человек без нужды слишком занимается телесным, тогда прежде похищает добычу ведения, расхищает ум, а потом, успех в этом, отсекает и упование на Бога как главу. 19. Если когда достигнешь огражденного места чистой молитвы, не принимай в это время помышления о вещах, какое влагает враг, чтобы не потерять лишшего, ибо лучше стрелами молитвы поражать его, внизу негде заключенного, чем беседовать с ним, когда он предлагает нашему вниманию ничтожные вещи, ухищряется отвлечь нас от молений на него. 20. Познание вещей полезно бывает человеку во время искушения и уныния, а во время молитвы оно обыкновенно вредит. 21. Если ты получил жребие учить о Господе, а тебя не слушают, то мысленно о всем скорби, а явно не возмущайся тем. 21. Такой ради скорби не будешь осужден, наряду с тем, кто не внимает тебе. За возмущение же явное все тем же искушаем будешь. 22. Во время беседы не скрывай того, что нужно и полезно для присутствующих, только приятное не излагай, прямую речью, а жестокое, строгое, загадочную. 23. Того, кто не состоит в подчинении тебе, не обличая в проступку в лицо, ибо это дело более власти, чем советы. 24. Что говорится вообще многим, то бывает всем полезно. Каждому же свое указывает при этом совесть. 25. Говорящие право должны сам благодарить Бога, как от Бога приемлющий то, что следует говорить. 26. Ибо истина есть дело не говорящего, но действующего в нем или на него Бога, которые не дали обета подчинения тебе, тем и не вступай в растрю, когда они противятся истине, чтобы вместо назидания не вышла одна вражда по Писанию. 27. Кто спускает послушнику, когда он противоречит, где не следует, тот обольщает его в этом деле и располагает вообще не бречь об обетах послушания. 28. Кто со страхом Божиим вразумляет и наставляет согрешающего, тот приобретает себе противоположную проступку, добродетель. 29. А злопамятно и недоброжелательно порицающий впадает по закону духовному в одинаковую с ним страсть. 30. Хорошо обучающий закону боится законодатель, и боясь его уклоняется от всякого зла. 31. Не будь двоязычен, то есть иначе на словах, а иначе совести расположен. 31. Ибо такового Писания ставит под клятву. 32. Иной говорит истину, и бывает зато ненавидим безумными, иной лицемерит, и бывает зато любим. 33. Однако ж, ни одно из этих воздаяний не бывает продолжительным. 34. В свое время Господь воздаст каждому должное. 35. Желающий избавиться от будущих горести должен охотно переносить настоящее, ибо таким образом, мысленно изменяя одно на другое, 35. Он через малые скорби избежит великих мучений. 36. Удержи слово от самохвальства и помысл от самомнения, чтобы не было тебе зато попущено сделать противное, 36. Ибо доброе не одним человеком совершается, но помощью всевидящего Бога. 37. Всевидящий Бог как за дела распределяет нам достойное участие, так и за помыслы, за произвольные намерения. 39. Невольные помыслы рождаются от предшествовавшего греха, а произвольные – от самовластной воли. 39. Почему вторые бывают причиной первых? 40. Злые мысли, которые не по сердцу сопровождают печаль, почему они скорее исчезают, а которые по сердцу сопровождают радость, почему и трудно от них отбиться. 41. Самоугодник печалится от укоров и лишений. 42. А боголюбец от похвал и многодовольства. 42. Не знающий судов Божьих идет умом внутренне по пути, у которого с обеих сторон стремнины, и от всякого ветра удобно бывает низвергаем. 43. Когда хвалят его, он чванится, когда порицает – раздражается, когда пиршествует с довольствием – походничает, когда испытывает скудость – плачет, когда знает, что показничает, когда не знает, держит вид знающего. 44. Когда богат – кучится, когда беден – лицемерствует, когда насыщается, бывает дерзок, когда пастится – тщеславничает. 45. С обличающими его вступает в растрю, а на извиняющих смотрит, как на неразумных. 46. Пока кто благодатью Христовой не соберет ведение истины и страха Божия, да то ли он не только от страстей, но и от внешних случайностей жестокие получает раны. 47. Когда хочешь разрешить какое недоумение, запутанное дело, то ищи относительно его того, что Богу приятно, и, конечно, найдешь ему полезное разрешение. 48. Каким делам благоволит Бог, тем и вся тварь содействует, а от которых он отвращается, тем и вся тварь противится. 49. Кто противится сумрачным случайностям, тот сам того не зная, противоборствует Божьей повелению. 50. А кто принимает их истинным ведением, тот по Писанию терпит Господа. 51. Когда найдет искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло, но о том позаботишь, чтобы благодарно, бесскорбно и незлопамятно перенести его. 52. Чужое зло не прибавляет нам греха, если мы не воспринимем, не привьем, не присвоим его худыми помышлениями. 53. Если нет человека, который бы без искушений благоугождал Богу, то должно благодарить Бога за всякий скорбный случай. 54. Если бы Петр не оставил ночной ловитвы, то не вподобился бы и дневной. 55. Если бы Павел не ослеп Чустина, то не прозрел бы и умственно. 56. Если бы и Стефан не был оклеветом, как хулитель, то не отверзлись бы ему небеса, и он не узрел бы Бога. 57. Как делание по Богу называется добродетелем, так и нечаянная скорбь именуется искушением. 58. Бог искушал Авраама, то есть к его же пользе посылал ему скорби, не для того, чтобы узнать, какого он. 59. Ибо, знаешь и все, прежде бытия, знал его, но чтобы дать ему повод к совершенной вере, к познанию и утверждению в ней. 60. Всякая скорбь обречает настроение нашей воли, направо склоняется она или налево. 61. Случайная скорбь потому и называется искушением, что подвергает испытанию сокровенное расположение, подвергшегося оной. 62. Страх Божий понуждает нас бороться со грехом, и когда боремся, благодать Божия истребляет их. 63. Мудрость состоит не в том, только чтобы знать истину в естественной последовательности, 63. Но и в том, чтобы от обижающих нас переносить зло, как свое собственное, как заслуженное. 63. Опыт показал, что которые оставались с одним первым знанием, те возносились гордостью, а которые достигали второго, те стяживались в мире на мудре. 64. Если хочешь, чтобы тебе не стужали злые помыслы, имей душевные уничижения и телесный скорбь. 64. Это не отчасти, но во всякое время, во всяком месте, во всяком деле. 65. Кто произвольно проучивает себя прискорбностями, того не будут одолевать непроизвольные помыслы. 66. Кто же не берет на себя первых, тот и не ехать, а пленяем, бывает, старыми. 69. Когда вследствие обиды раздражится утроба твоей, сердце твое, не печалься, что смотрительно пришло в движение, лежавшее внутри прежде. 70. Но радуясь, не излагая возникшие внутри помыслы, зная, что вместе с тем, как они истребляемы бывают при первом прирожении, истребляется обычное зло, лежащее под ними, и их приводящее в движение. 71. А если помыслом позволяет коснеть и часто появляться, то и зло обычно получает приращение. 72. Без сокрушения сердца невозможно совершенно избавиться от зла. 73. Сердце же сокрушается от тройственного воздержания, именно от сна, пищи и телесного покоя. 74. Ибо довольство в них питает самоугодие, удовлетворенное, размножая злые помыслы, влагает нехотение молиться и исправлять надлежащее послушание. 75. Получив жеребие управлять братьями, хранить чин свой, и не умалчивая должным, сказать или приказать по причине противоречия некоторых. 76. В чем послушать тебя, зато получишь награду по причине добродетели их. 77. В чем же не послушать, прости им. 78. И зато получишь равное же воздаяние от того, кто сказал «прощайте и проститься вам». 79. Текущие события жизни походят на ярмарку. Кто умеет торговать, получает прибыль, а кто не умеет, несет убыток. 80. Кто с первого слова не послушает тебя, не принуждает того к прениям. 80. Но лучше на свою привлеки в сторону ту прибыль, которую тот отверг. 81. Ибо незлобие выгоднее для тебя, нежели исправность того. 81. Когда поврежденность одного, который повредил себе непослушанием или другим чем, распространяется на многих, тогда не следует долготерпеливничать, не своей искать пользы, но многие да спасутся. 82. Ибо общая добродетель – полезней частной. 83. Если кто впадет в какой-либо грех и не воскорбит о том в меру преступления, то легко опять впадет в ту же сеть вражью. 84. Как львица не поступает дружески к теленку, так бесстыдство не принимает печали, которая по Богу. 85. Как с волком не сходится овца для деторождения, так с сытостью болезнования сердечные для зачатия добродетелей. 86. Никто не может возыметь болезнования и печали по Боге, если не возлюбит причины их. 87. Страх Божий обречения принимает к себе, подружество, печаль. 87. Воздержание же и бдение сговаривается с болезнованием. 88. Кто малыми искушениями легко побеждается, тот большими по неволе порабощен бывает, а кто малые презирает, тот о Господе воспротивится и большим. 89. Не берись обличениями врачевать того, кто хвалится добродетелями, ибо один и тот же не может быть и любителем показанности, и любителем истины. 89. Всякое слово Христово являет милость, правду и мудрость Божию, и силу их через слух влагает в души тех, которые охотно слушают Его. 90. Посему немилостивые и неправедные, неохотно Его слушавшие не только не могли познать премудрость Божию, но учащего оной распяли. 91. Так-то и нам надо бы насмотреть, охотно ли Его слушаем. Ибо Он сказал, любящий Меня, заповеди Мои соблюдет, и возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. 92. Видишь ли, как Он в заповедях сокрыл явление Свое. Всех же заповедей объемнейшая есть любовь к Богу и ближнему, которая рождается по отрешиванию от всего вещественного в безмолвии и помыслу. 93. Зная это, Господь заповедует нам, говоря, не заботьтесь о завтрашнем дне. 94. Так и следует. Но не отрешившись от вещественного и от заботы о нем, как избавиться от порочных помыслов? 95. Помыслами же объяты, как увидеть сокрытый под ними существенный коренной грех, который есть тьма и мгла души, и от которого получает начало все прочие, прочные помышления и желания, когда дьявол, искушая посредством прирожения ненасилующего, указывает на грех. 95. А человек тщеславием и самоугодием, побуждаемый, сочетовается с ним, пусть по рассуждению он не решился на него, но движением его усладился и сосложился с ним. 96. Если же не познает он этого главного греха, когда и как, возмолившись о нем, очистится от него? 96. А не отрешившись, как найдет место чистого естества, этого же не нашедший, как увидит внутренний дом Христов, если мы дом Божий по слову пророческому, евангельскому и апостольскому? 97. Итак, надлежит, надлежит выше показанным порядком озаботиться найти этот дом, и, пребывая в молитве, толкать в двери, стучать. 98. Да вы или здесь, или во время исхода, отверст их нам, владыка, и не сказал, если вознеродим, не знаю вас, откуда вы. 99. Надлежит же нам не только просить и получить, но и сохранить данные нам, ибо некоторые и после получения потеряли. 99. Простое знание вышесказанных предметов, или даже и опытность, какую и случайно относительно их, может быть, имеет и поздно начавшие учиться, и юные, но постоянное с терпением делание этого едва имеют старцы, благоговейные и многоопытные, часто по невниманию его терявшие, и потом опять произвольными трудами взыскивавшие и обретавшие. 99. Не пристанем же делать то же и мы, пока не приобретем того делания, так, чтобы оно прибыло в нас неотъемлемо. 99. 226. Такие из многих немногие узнали мы оправдание духовного закона, коим непрестанно поучаться, и которое творит и великий псалмопевец внушает тем, которые часто поют в Господе Иисусе, которому подобает слава и держава и поклонение. 99. Ныне и вовеки. Аминь. 99. Сведения о жизни Авва и Евагрия. 99. Абьевагрии, понтянине, скидском монахе и Авве, известно, что он родился около половины четвертого века в городе Иворе, близ Понта и в Ксинксово. 99. Род или способности его обратили на него внимание просветавших в то время великих святителей Василия Великого, Григория Низкого и Григория Богослова. 99. Под их руководством он возрастал и развивался в духе и познаниях о вере и жизни во Христе Иисусе Господе Нашем. 99. Василий Великий поставил его чтецом, Григорий Низкий диаконом и оставил его в Константинополе, бывшей там на соборе Втором Вселенском. 99. Одно обстоятельство, подвергавшее опасности его чистоту, заставило его удалиться из Константинополя. 99. И он, побыв немного в Иерусалиме, направился в Египет, где и подвязался сначала в Нитрии, потом в Келиях и, наконец, в Ките, и под руководством и содружеством с тогдашними Великими Аввами. 99. Таладий ученик его по Сократу пишет о нем Лавсаики, глава 73. 99. Находя несправедливому молчать о делах Евагрия, знаменитого диакона Христова, мужа, жизни апостольской, напротив, признав за справедливое предать его на Писание для назидания читателей и прославления благодати Спасителя нашего, 99. Я предложу сначала, как поступил он в монашество и как, потрудившись достойно своего обета, скончался в пустыне 54 лет, по словам Писания, скончался в Мале и исполнил лета долги, угодная Господу душа его. 99. Родом он был понтиец из города Иворы, сын пресвитера, святым Василием, епископом Кисарийским, поставлен в очтеца в церкви, в Аргос, по представлению святого епископа Василия, святой Григорий, епископ Низкий, брат епископа Василия, стяжавшего славу апостольскую, мудрейшей, бесстрастнейшей и весьма знаменитой ученостью. 99. Обратив внимание на способности в Агре, рукоположил его водьякона, пришедший потом с ним на Великий собор Константинопольский, святой Григорий, епископ, оставил его там у блаженного епископа Нектария, как искуснейшего в опровержении всех ересей, и стал он славиться в великом городе, мужественно побеждая словами всякую ересь. 99. Слышилось, что этот муж, которого во всем городе уважали за отличную честность и нравов, был уязвлен страстной любовью к женщине, как он сам рассказывал нам после, когда уже освободился от этого искушения. 99. Женщина взаимно полюбила его, а была она из знатного дома. 99. И в Агре, так как и Бога боялся, и своей совести стыдился, и представлял себе скверну порока и зла, радований еретиков, усердно молил Бога воспрепятствовать намерению женщины, которая была распалена страстью, усиливалась вовлечь его в грех. 99. Он хотел отдалиться от нее, но не мог удерживаемой узами одолжений. 99. Немного спустя, после молитвы, которую предотвратил он совершение греха, предстал ему в видении ангел в одежде воина Епархова и, взяв его, повел будто в судилище и бросил в темницу, обложив шею железными узами, связав руки железными цепями. 99. Приходившие к нему не говорили ему о причине заключения, но сам он, мучимый совестью, думал, что подвергся этому за то дело и полагал, что муж той женщины донес в суде об этом деле. 99. К тому же ему представлялось, что тут же производили суд над другими за подобное же преступление. 99. От этого находился он в крайнем смущении и страхе. Тогда ангел принял образ одного искреннего друга его и пришел будто навестить его. 99. Он вошел, будто чрезвычайно пораженный и опечаленный тем, что друг его терпит поносные узы и сидит в заключении между сорока преступниками, и сказал ему, «Отче дьяконе, за что так бесчестно держать тебя с преступниками?» 99. Он отвечал ему, «Поистине не знаю, но подозреваю, что на меня донес какой-то епарх по безумной ревности, и я опасаюсь, не подкуплен ли им городоначальник, и не подвергнули бы меня тяжкому наказанию». 99. Представший в виде друга сказал ему, «Если хочешь послушать друга своего, то я советовал бы тебе удалиться из этого города, потому что, как вижу, не полезно тебе жить в нем». 99. Ивангрий сказал ему, «Если Бог освободит меня от этой беды, и ты потом увидишь меня в Константинополе, пусть подвергнутся еще большему наказанию». 99. Друг сказал ему, «Если так, я принесу Евангелие, поклянись мне на нем, что удалишься из этого города и сделаешься иноком, и я избавлю тебя от этой беды». 99. Ивангрий сказал, «Клянусь, как ты хочешь, только избавь меня от этой мрачной тучи». 99. После этого тот принес Евангелие и потребовал клятву. 99. Ивангрий поклялся ему на Евангелие, что не останется в городе, кроме одного дня, и это для того только, чтобы перенести на корабль свои вещи. 99. Этим кончилось видение. Ставший в тревоге, он рассуждал, «Пусть клятва дана выступление». 99. Но все же я поклялся. 99. Потому немало немедля перенес все, что имел на корабль, и отплыл в Иерусалим. 99. Здесь он облегся выноческое одеяние и был принят блаженною Миланией римляниныю. 99. Но дьявол опять омрачил его сердце и поколебал его до того, что он переменил уже опять одежду. 99. И ум его обуяло ораторское тщеславие. 99. Боже, который удерживает всех нас от погибели, поверг его и здесь в другую беду, послав на него горячку и тяжкую болезнь в продолжении шести месяцев, изможнив плоть его, которая препятствовала ему идти начатым уже путем. 99. Когда врачи оставили его, не находя способа вылечить его, блаженная Милания сказала ему, «Думается мне, что болезнь твоя непростая, сын мой. 99. Скажи мне, нет ли у тебя чего на душе?» Он признался ей во всем, что случилось с ним в Константинополе. 99. Блаженная сказала ему, «Дай мне перед Богом слово, что решишься вести монашскую жизнь. Я хоть и грешница, помолюсь Господу, да дарует он тебе продолжение жизни на покаяние и исправление сердца». 99. Когда он дал слово, она помолилась. И Евагри выздоровел в несколько дней. 99. По выздоровлению она сама доставила ему иноческое одеяние, и он, облегшись в него, отправился в Египет, где, два года прожив на горе Нитрийской, на третий удалился в пустыню. 99. Четырнадцать лет прожил он в так называемых келиях, питаясь только хлебом и водой с малым иногда количеством елея, и не позволяя себе в этом отношении никакого утешения. 99. Не ел он ни зелени, ни плодов, ни винограда, не пил вина и не омывал тело. 99. Так томил себя человек, живший прежде в довольстве. Но искушения и здесь не оставляли его. 99. Иногда восставал на него сильно демон блуда, как сам он говорил о том. 99. И тогда он целую ночь стиживал ногой в колодце во время зимы, так что тело его цепенело. 99. В другое время досаждал ему дух хулы. И тогда он сорок дней не входил под кровлю, томя себя. 99. И вообще он столько претерпел искушения от различных бесов, что трудно их и перечислить. 99. Даже бит он был демонами. 99. Но так, умершляя тело свое, и так терпя, блаженный внутренне оживотворялся духом святым. 99. И очистив ум, сподобился дара ведения и развлечения духов. 99. Этот доблестный подвижник Христов говорил нам перед смертью. 100. Вот уже три года не тревожила меня плоская похоть. 100. Если после такой строгой жизни, после таких подвижнических, неутомимых трудов и непрестанно бодрствования в молитве, 100. Ненавистник добра и погибельный демон так нападал на этого праведника, 100. То сколько терпят от этого нечистого демона или от собственного нерадения люди беспечные? 100. Он сочинил 100 молитв. 100. Составил три книги, так называемые, иера, вернее, краткие изречения в виде стихов или притчей. 100. Монах или деятельные уроки и противоборство о борьбе с демонами и страстями. 100. У Сократа, кроме того, находим, что Евагрий был ученик обоих макариев, египетского и александрийского, под руководством которых, быв прежде философом, только на словах, стяжал он философию деятельную. 100. Пришедший в Египет из Константинополя, он встретился с упомянутыми мужами и стал подражать их жизни. 100. Ниже Сократ приводит два обстоятельства из жизни Евагрия, со слов его самого, из которых видно, какие отношения были у него с Макарием Великим. 100. Первое то, что Ава Макарий спрашивал Евагрия о различиях в действиях на душу памяти оскорбления людей и памяти оскорбления демонов. 100. Второе то, как пришедший к Аве Макарию, Евагрий, утомленный от пути на жару, просил немного воды и получил отказ. 100. То и другое приводится в его деятельных главах, к Анатолию. 100. Ниже еще упоминает Сократ, что Евагрий в книге своей «Гностик» пишет о себе. 100. Мы научились у праведного Григория, что добродетели и умозрения о них четыре – благоразумие, мужество, воздержание и справедливость. 100. Кто сей Григорий? 100. По Палладии Григорий низкий, а по Сократу на Зианзин, который будто и рукоположил его в диакона в Константинополе. 100. Не смешал ли Сократ на Зианзина с низким? 100. Палладия выше была знать истину. 100. Наконец, у Сократа встречаем следующее сказание. 100. Дивный Аммоний, бывший вместе с Афанасием в Великем Риме, ничего там не хотевший видеть, кроме церкви Петра и Павла, был призываемый потом в Египте Феофилом Александрийским к епископству, и, убегая от него, отсек у себя правое ухо, 100. Чтобы безобразием тела отклонить от себя рукоположение. 100. Спустя несколько времени епископ Александрийский Феофил взял для епископства Ивагри, который также убежал, но не изуродовал никакой части своего тела. 100. Встретившись с Аммонием, Ивагрий ласково сказал ему, 100. Худо сделал ты, что отсек себе ухо, за такой поступок будешь отвечать перед Богом. 100. А ты не будешь отвечать, Ивагрий, что отсек у себя язык, и ради самолюбия не воспользовался дарованной тебе благодатью, отвечал Аммоний. 100. О творениях Ивагрия Сократ пишет. Он написал очень хорошие книги. Одна из них надписывается «Монах» или «О деятельности». Другая – «Гностик» или «К человеку, удостоившемуся знания», разделена на 50 глав. Третья – «Противоречник» или «Выбор из божественных писаний против демонов-искусителей», разделенная на 8 частей по числу 8 помыслов. Кроме того, он оставил 600 вопросов о будущем, еще две книги, написанные стихами. Одну – к монахам, жившим в киновиях или общежительных монастырях, другую – к деве. Как удивительны эти книги! Узнает, кто будет читать их. Созамен, сказавший опомянутой Аммонии, что он был один из братьев длинных, достиг высоты любомудрее и был весьма учен, так, что перечитал сочинения Ригена, Дидима и других духовных писателей. Прибавляет. В дружбе с Аммонием находился мудрый Евагрий, муж ученейший, сильный умом и словом, и особенно способный различать мысли, помыслы, ведущих к добродетели и пороку, и располагаться так, чтобы первые развивать, а последние – остерегаться. Впрочем, каков он был в ученом отношении, покажут оставленное им сочинение. Нрав его, отличался, говорят, умеренностью и обнаруживал столь мало тщеславия и гордости, что как заслуженные похвалы не надневали его, так и незаслуженные укоризы не возбуждали в нем огорчения. Любомудрствовал он и учился в священном писании уназианского епископа Григория, при котором в бытность его предстоятелем Константинопольской церкви служил архидиаконом. Лицом он был приятен и любил изящно одеваться. Некто из вельмож, заметив его знакомство со своей женой, воспламенился ревностью и задумал убить его. Когда умысел готовились уже привести в исполнение, Бог послал ему во время сна страшное, но вместе спасительное сновидение.